Никакой логики нету. Незаконная власть. Завтра тоже нашего поверенного в делах вызовут. Власть преступная. Ночью, как большевики в 17-м, 14 февраля, захватывают власть, расстреливают полицию, солдат, сжигают людей в Одессе. Совершенно незаконный захват власти. Власть преступная. И Европа никогда бы не признала эту власть, если бы не было желания повернуть Украину против России. Что они сделали? Нет посла Украины в Москве и нашего в Киеве. Все. Никаких дипотношений нет у нас. Пассажиров даже нету. Поезда не ходят, самолеты не летают. Торговли нету. Бандитизм есть со стороны Украины. Чего вы мне голову морочите? Никто не может поехать туда. Всем русским запрещен въезд туда. Дипотношения. Причем есть дипотношения? У нас с Гитлером были дипотношения. А началась война, расторгли все отношения. Что еще вы хотите? Если считать, что кто куда должен выезжать, во-первых, это чудовищно. Граждане, где живут, там должны проживать. Никто не может им указывать, куда им ехать. А вот запрещать русский язык, Зеленский, не имеет права. Закрывать русские телерадиоканалы, русские постановки, не впускать в страну людей. Вот это все нарушения со стороны Зеленского. Но если взять территорию нынешней Украины, то там везде живут русские. Везде. Есть те, кто себя открыто признает, что они русские. И есть те, кого заставили с 20-го года, вот уже 100 лет, украинские коммунисты записываться как украинцы и переходить на украинский язык. Это преступление. Поэтому вся эта территория незаконна сегодня под этим желто-блокидным флагом. И придет денег, все будет как Крым или Донбасс. Поэтому Зеленский пусть упаковывает чемодан и убирается к черту. Если будете убивать русских, мы все сделаем, чтобы защитить русское население на всей территории Украины. За запрет русского языка Украина должна отвечать. Она нарушает международную конвенцию о нацменьшинствах и праве их использовать свой язык. И в целом дискриминация русских по языку, когда нельзя там театры говорить, обслуживать и так далее. А возьмите блокаду воды в Крым. Это вообще варварство. За это Украину надо исключать из Организации Объединенных Наций Отлучение электроэнергии, отказ в выплате пенсий жителям Донбасса и, так сказать, Луганска. И постоянные обстрелы с сопредельных территорий России. Нападение на дип-представительство России на Украине. И вот то, что она не закрыла пространство, это тоже ее преступление. Потому что там, где идет обострение обстановки, и идет какая-то мини-гражданская война, небо над этой территорией закрывается для полета всех самолетов. Если бы Украина своевременно закрыла, никакого сбития самолета не было бы. А раз... А? Кто его сбил? Украинцы, боевики, они, киевский режим. Я об этом сказал за месяц до этого события. Вам Дюбин пришлет нашу флешку, где я говорю еще в июне. Вот смотрите, в любой момент украинские террористы собьют какой-нибудь самолет. И все это свалит на нас. Точно через месяц был сбит самолет. Я откуда это взял? Из-за анализа обстановки. Из-за того, что гнилое правительство, незаконное находится в Киеве. Поэтому они виноваты по всем позициям. Они небо не закрыли, и они сбили самолет. И они за это ответят. Из-за убийства всех русских. И это нужно было делать постоянно. Вот в тот день, когда меня не пустили в Севастополь, я полетел. И с СБУ Украины автоматы направило на меня, чтобы я не мог сесть в поезд Симферополь-Севастополь. А меня пригласил горсовет Севастополя. Это был 92-й год. Даже 91-й. Еще Советский Союз был. А вот уже нужно было подать жалобы на них. Но Ельцин этого ничего не делал. Визу нам не давали. Через границу не пускали. До всех крымских событий. Нужно было жестко реагировать. Европейцы никаких заслонов не поставят. А белорусская КГБ и армия хорошо умеют работать. Прямо из вагонов, прямо на границу с Литвой. Шагом марш. И все быстренько перейдут к границу с Литвой, с Польшей. И так каждый день. Вот они, афганцы, затопщут и Литву, и Польшу, и Украину. И на Украину нужно запустить их. Но в Афганистане миллионы людей желают уехать. А есть еще боевики ИГИЛ, которые из Сирии перебрались туда. Коридор сделают. Я говорю, товарные вагоны подогнать к Кабулу. К Кабулу там железной дороги нет. Ну, Дюшанбе. Со стороны Туркмении железная дорога уже на территории Афганистана. Да и Узбекистан тоже. То есть прямо эшелоны заходят на территорию Афганистана. Питание обеспечить. И эшелонами гнать до Бреста. И потом, вот она, Польша. Вот там была Литва. На юг Украина. И пусть они мучаются. По правилам Евросоюза никто не имеет права остановить беженцев. В Афганистане война. Полностью соответствует международным правилам. Война идет. Гражданская. Самая страшная в истории человечества. Никогда. Ни один литовский пограничник не имеет права подойти к Афганцу. Поляк. Украинец. Всех запустить. Вот миллионов пять-шесть запустить. Пускай эти Зеленские и главы Польши и Литвы разбираются с афганцами. Их надо кормить, содержать, учить. Это будет им урок хороший, как ссориться с Россией. Мы не можем терпеть это. Мы будем требовать сокращать использование рабочей силы из Киргизии. Одному русскому дали по морде 10 тысяч киргизов на родину. Останутся без работы, без денег. Вот и все. Пусть сами думают. Бросил калькулятор в лицо русской девушки, что она русская и по-русски ему отвечают. Еще 10 тысяч работу в России не получат. И деньги, какие-то технологии могут дать китайцы, американцы. Но рабочие местами не могут дать. И Киргизия погибнет от голода. Погибнет, так сказать, без промышленности. Там уже семь президентов сменилось. Там никакой демократии нет. Поэтому здесь мы будем требовать от нашего правительства жесткой линии. Вы смотрите, в Казахстане не происходит. Это в Таджикистане и происходит. В Туркмении. В Узбекистане. А вот именно в Киргизии. Поэтому это небольшая республика. Навести порядок. Заменить нашего посла. Посмотреть, какие еще ошибки. Там у нас военная база есть. Манас. Я там был. Сейчас, когда беда идет с востока, Афганистан. Опять они очень ласковые. Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. Но русская армия придет защитить. Их же со мной. 24 часа ничего не останется. Ни от таджикской армии, ни от туркменской, ни от узбекской. И вот Алигу воюют 30 лет. Самым современным оружием. Они все знают. Все умеют. Они ворвутся в Среднюю Азию. И там прольется море крови. И мы не должны помогать ни в чем. Если будут погибать в Средней Азии. А их правительства в эмиграции будут находиться в России, как Пинокович. И обратятся к нам за помощью. Снова, как и 200 лет назад. Взять под русские знамена эту территорию. Мы будем думать. Надо ли нам это делать. Что там днем они граждане, а ночью они босмачи будут стрелять по-русски. Поэтому только жесткая линия.